Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. ОСОБОЕ МНЕНИЕ НА 101FM На третьих. А сегодня, скажем так, профессиональная составляющая у меня, наверное, выше стоит в моих жизненных целях. Выше, чем гражданская платформа. Да, выше, чем политические амбиции, скажем так. Вот знаете, Михаил, я вас об этом всё-таки сегодня спрошу в эфире. Но начнём мы с другого. Начнём мы с избирательной программы Игоря Васильева. Хотя, наверное, правильно её будет назвать. Программа развития Кировской области. Это программный документ, которого эксперты и граждане ждали больше года. Успели ли вы с ним ознакомиться? Ну, по диагонали, да, я его прочитал. То есть, по большому счёту, там есть некоторые тезисы, которые можно назвать обещанием. Вот, то есть, я не считаю, что эта программа какая-то такая достаточно структурированная. То есть, всё-таки, видимо, предвыборная? А? То есть, всё-таки, видимо, предвыборная, по вашему мнению? Ну, конечно. То есть, это предвыборное обещание. Я бы так сказал, это будет более, наверное, точно и более правильно. Потому что, если брать, скажем, конструкцию, из которой она составлена, то там нету, наверное, той идеологии, на основании которой эти цифры, которые там написаны, они будут достигаться. То есть, за счёт чего это будет реализовываться, то есть, ну, не совсем что-ли понятно. Про идеологию. Про идеологию. А что бы вы хотели увидеть? Понимаете, когда в своё время мы занимались разработкой программы в гражданской платформе, то мы подходили очень основательно и принимали некоторые позиции за основу. Ну, как то, например, развитие местного самоуправления. То есть, развитие местного самоуправления может дать толчок для развития местных сообществ и развития, ну, скажем так, социальной инфраструктуры местной. То есть, благоустройство жизни, удобство для горожан и так далее. Соответственно, если мы ставим в основу развитие местного самоуправления, то мы заботимся о том, чтобы в местное самоуправление приходили люди достойные, грамотные, профессионально знающие своё дело. И мы каким-то образом должны обеспечить приход этих людей. И, соответственно, полномочия, которые есть на местном уровне, должны обеспечить соответствующими ресурсами. И за счёт того, что у нас будет развиваться местное самоуправление, то мы можем получить в результате некоторые изменения в нашей жизни, ну, и, так скажем, развития. Ну, то есть, вы имеете в виду некую ключевую идею, на которую нанизывается всё остальное? Да, да, да. На самом деле, такие вектора, которые позволяют, ну, собственно, понять, за счёт чего будет происходить достижение результата. В данном случае у Игоря Владимировича есть перечень разделов, достаточно стандартный перечень разделов, которые предусматривают определённые вишенки на торте, которые предлагаются, в общем-то, рядовому избирателю. А вишенки на торте – это, например, 270 километров дорог отремонтировано будет в Кировской агломерации к 2018 году? Ну, психология человека ещё такова, что он видит свою дорогу в этих двухцах 70, и, соответственно, есть, ну, такое ложное впечатление о том, что его дорога будет отремонтирована в ближайшие пять лет. В 2017 году будет благоустроено 174 дворовых территорий, 27 парков и скверов. К 2020 году будет построено более 70 ФАПов и отделений семейной практики. В три раза сократится время ожидания приёма у врача. В три раза сократится время прохождения первого этапа диспансеризации. Это я сейчас просто выборочно читаю. Для меня вот это, наверное, не очень актуально. Первый этап диспансеризации? Чтобы врач был, наверное, хороший, вовремя доступен, ну, и, конечно, качество, здоровье, которое он мне... Нет, ну, подождите, вот, Михаил, про идею. Знаете, можно я перебью? Можно, можно. Потому что мы сейчас, если по списку говорить, то все ведь посылы очень хорошие. На самом деле, например, что обсуждаться в районах? Хотите услышать, да? Очень хочу. Как обсуждается порядок этих обещаний? Ну, например, в районах очень обижаются, что сельское хозяйство стоит на последнем месте. Понимаете? Ну, почему сельское хозяйство, там, скажем, задачи, которые в сельском хозяйстве планируются реализовать, и достижения, которые там будут, почему они на последнем месте? Вы имеете в виду на последнем месте в... В списке. В списке. Просто в списке, да. То есть, и как бы это абсолютно неразумно, правильно, да? То есть, ну, обижаться на последнее место сельское хозяйство в списке. Но, с другой стороны, здесь есть определенное, как бы, здравое зерно. Потому что Игорь Владимирович очень четко показал, то, что он будет опираться на социальную сферу, на те ресурсы, которые так или иначе с федерального центра придут в нашу область. И, соответственно, за них можно... Это возвращаясь к дорогам, да? Да. И к дорогам, и к дворовым территориям, которые по комфортной городской среде будут ремонтироваться. Дороги будут ремонтироваться в рамках программы «Большой Киров», которая до 2025 года. Это медицина, здравоохранение, которое так или иначе бюджет наш получает, деньги из федерального уровня в виде субсидий, субвенций и так далее. Вот. Но люди делающие, люди, которые создают добавленную стоимость, люди, которые создают продукт, они прежде всего читают и смотрят, что будет сделано в рамках экономики, в рамках тех сфер, которые могут стать локомотивами и драйверами определенного роста. И что вы там увидели? Ничего. В экономике. То есть ничего нового, по крайней мере, ничего того, чтобы можно было как-то засыпить взгляд на этих позициях. Промышленность, кстати, на третьем снизу месте, если говорить о списке. Да, конечно. Промышленность, лес и лидерство в сельском хозяйстве. Вот последние три пункта. Это было замечено различными моими коллегами. И они спросили, а почему они последние? И, понимаете, я не нашелся, что ответить. Не по алфавиту. То есть вот как-то так. Ну, то есть вы хотите сказать, Михаил, что, по сути, на флаг подняли те направления, на которые у нас сейчас в данный момент есть бюджетные, надо тут оговориться, деньги из федерального бюджета. Ну, да, то есть, ну, в общем-то, это те направления, которые в рамках бюджета ежегодно рассматриваются, формируются. И какой бы он дефицит ни был, какой бы у нас ни был долг, госдолг, да, области, так или иначе, деньги на эти направления будут. На самом деле печаль-то в чем? Печаль в том, что большинство кандидатов в губернаторы, они так или иначе строят свою программу, исходя из того, куда они потратят бюджетные денежные средства. Понимаете? Не исходя из того, где они их возьмут. Да, не из того, каким образом будет наполняться бюджет, не из того, каким образом будет предложена повестка какая-либо, ну, скажем, такого федерального уровня и действительно развития. Я сейчас даже не готов, вы меня начнете спрашивать о том, что именно в этом развитии должно быть, но я не готов, потому что тут требуется достаточно серьезный подход, множество экспертов и людей, которые непосредственно работают и занимаются и экономикой, и социальным развитием, и проектами, и бюджетными отношениями и так далее. Но вот такая масштабная работа, она позволила бы, наверное, сформировать программу, которая была бы не только понятна рядовому обывателю, вот это рядовому обывателю понятно, но и понятно была бы экспертом, собственно говоря, которая вызывала бы доверие у экспертов. Сейчас доверие не вызывает. Сейчас у вас программа Игоря Владимировича не вызывает доверие, я правильно понимаю? Ну, просто я за каждой цифрой смотрю, собственно говоря, другую цифру, да, то есть я более критически к этому подхожу. То есть 270 километров в масштабах Большого Кирова, да, там написано, кстати, только трех городов. Правильно? Сейчас я подскажу. В Кировской городской агломерации. Насколько я понимаю, это Киров, Кирово-Чепецк и Слободской. Да, совершенно правильно. То есть это, конечно, цифра очень большая. И на самом деле люди, которые, ну, простые там таксисты, люди, которые постоянно перемещаются по городу Кирову на своем автомобиле, они видят, что меня это действительно к лучшему покрытию. Но вопрос же в том, что это же федеральный миллиард. Да, то, что это федеральный миллиард, я знаю, что бюджет на дороге в Пермском крае 50 миллиардов. Нет, я хотела вообще другой вопрос задать. Это, конечно, мы понимаем, что вообще ни в какое сравнение не идет. Но вот если бы у нас был бы губернатором какой-то другой человек, да? Я не думаю, что конкретный человек способен изменить систему. Конкретный человек может стать головой, за которым пойдут люди. Вот такого голову и голову нам очень бы, наверное, хотелось. Я не закончила мысль свою. Я хотела сказать о том, что если бы у нас был губернатором какой-либо другой человек, этот федеральный миллиард на дороге, наверное, мы бы все равно получили. Ну, тут я не готов. То есть у меня есть своя версия происходящего, но я, естественно, ее не знаю. На самом деле, я полагаю, что деньги, которые были выделены городским агломерациям, а это именно по программе агломерации, были выделены как раз в рамках новой стратегии пространственного развития Российской Федерации. То есть мы там далеко не лучше... Которая была не вчера придумана. Да, это было подано достаточно давно, документы, мы же участвовали в конкурсе, и было принято решение, насколько я помню, дать деньги всем участникам, то есть поддержать все городские агломерации Российской Федерации. То есть в этом плане вы хотите сказать, что нет заслуги сегодняшнего кабинета правительства нашего, да? Ну, я так, наверное, тоже не скажу, потому что все равно какое-то общение там происходило, и так просто деньги не даются. С другой стороны, очень интересно, а что еще будет делаться в рамках кировской городской агломерации, кроме ремонта дорог за федеральные деньги? Не только за федеральные, там, кстати, региональные тоже обязательно за финансирование есть. Вот, Михаил, я предлагаю пока этот вопрос повесить в воздухе, потому что нам очень нужно уйти на перерыв. Это особое мнение Михаила Шевелева, председателя Совета по аудиторской деятельности Привятской торгово-промышленной палате. На небольшой перерыв мы уходим, и очень скоро вернемся. Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Михаила Шевелева, председателя Совета по аудиторской деятельности Привятской торгово-промышленной палате. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Ни на минуту у нас не прекращалась дискуссия. Михаил, какой мы вопрос с вами подвесили до эфира? Что еще будет делаться в рамках кировской агломерации, кроме дорог? Мне нравится большое название «Большая Вятка». Большой Киров. Большая Вятка мне больше нравится, потому что все три города расположены на берегу реки Вятки. То есть Вятка является связующим звеном. Хорошо, давайте. Будет рабочее название «Большая Вятка». Так вот, собственно, вопрос. А что еще? Что еще будет делаться? Да. Ну, во-первых, конечно, с федерального уровня придут и в следующем году, и президент подтвердил деньги по программе «Комфортная городская среда». Дворы? Дворовые территории, скверки, скверы, парки. 174 дворовых территорий пообещал Игорь Владимирович в своей программе. Буквально на прошлой неделе закончился форум инициативных граждан, который проходил при организованной администрации города Кирова. Там на сессиях круглого стола звучали цифры о том, что в Кирове требуют ремонта. Ну, просто требуют ремонта. То есть требуют ремонта или там вложений все, но вот конкретно уже, когда деваться некуда, порядка 2000 дворовых территорий. То есть 174 двора – это чуть поменьше 10%. Правильно, да? В рамках ППМИ делается примерно 10-15 дворовых территорий в год. Там дополнительные средства, которые изыскиваются жильцами, управляющими компаниями и городом, ну, еще может быть 10-15. То есть, в принципе, мы при таких темпах за 5 лет, когда все отремонтируем, получим тоже такую уже точно цифру – 2000 дворов будут требовать ремонта и изменений. То есть это цифра, которая, на мой взгляд, для меня, я на нее смотрю критически. Вы имеете в виду, что она не предусматривает каких-то глобальных изменений? Да, она, скорее всего, не предусматривает… Ну, видите, эта цифра может предусматривать очень интересный ресурс. Время и энергия активных жителей города Кирова. Вот если сочетать ремонт этих дворовых территорий с этим ресурсом, и про это, опять же, говорил президент Российской Федерации, когда приезжал к нам Владимир Владимирович Путин, то тогда, конечно, вот это сочетание может быть определенным драйвером роста и изменения ситуации на самом низовом уровне, в дворах, в центрах местной активности, в каждом дворе, в каждой маленькой деревне, в каждом маленьком населенном пункте рядом с городом Кировом. Но про это же не говорится. То есть про это мы можем только догадываться, мы можем сами себе придумать, но если бы мы про это говорили, то, наверное, это бы изменило, пусть там у нескольких человек, но у них изменилось бы отношение и сформировалось бы другой уровень доверия к власти. Вот про уровень доверия, про уровень энергии жителей, ну, про этот ресурс нужно говорить. Михаил, вот знаете, я хотела уточнить у вас один момент по идеологии. Вот смотрите, Игорь Владимирович говорил, когда презентовал свою программу ВИАДГУ, говорил, что главное богатство Кировской области — это люди, именно его мы должны беречь и приумножать. Это сейчас была цитата. Вот этот момент в качестве основной мысли, он не подходит, по вашему мнению? Ну, во-первых, эту фразу говорили все губернаторы, я думаю, всех сублектов Российской Федерации. Прошлые и нынешние? Нет, ну, она должна быть сказана. Если бы я был на его месте, я бы ее точно тоже сказал. Но вопрос в том, что каждый за этими словами видит и чувствует что-то свое. Ну, например, я бы хотел за этим видеть некую взаимосвязь с теми нашими земляками, которые уехали и сделали карьеру, ну, допустим, и в столице, и за рубежом. Вот эти взаимосвязи, они могли бы укрепить положение нашей, скажем так, и большой вятки, и, в общем-то, и в целом нашего региона на такой экономической карте Российской Федерации. Но про это ведь не говорится. То есть, и за этими фразами про человеческий капитал, ну, там, от крепостного права до, скажем так, до действительно каких-то современных там нанотехнологий, там, все можно услышать. Вот. А то, как это будет реализовываться, мы, в принципе, видим на примере там кадровой политики, на примере там, я не видел просто, вот, был создан кадровый резерв, да, в этом же опорном ВУЗе. Я знаю, что люди там прошли достаточно серьезную подготовку, конкурсный отбор, они были награждены к день. То есть, вот, честно говоря, некоторых из них знаю, как достойных людей, и, ну, знаю, что они, по крайней мере, не востребованы на сегодняшний день. И отсутствие этих лифтов для уже существующих профессионалов, ну, оно приводит к тому, что, ну, есть определенное неверие, есть недоверие. То есть, и это неверие и недоверие, ну, есть, может быть, желание его преломить каким-то образом, а может его не быть. То есть, оно ведь, на самом деле, необязательным элементом является для того, чтобы руководить регион. Я, вот, знаете, наверное, еще спрошу про один момент, тоже в программе в Рио-губернатор, и, наверное, пойдем мы с вами по другим темам. Глава региона заверил, что ни при каких обстоятельствах не планируется сокращать какие-либо социальные льготы или выплаты. Это цитата с сайта bnkirov.ru. При этом мы же с вами, Михаил, в этой студии обсуждали документ, который называется «Программа по оздоровлению государственных финансов Кировской области», где несколько разделов посвящено оптимизации расходов областного бюджета. И, в частности, там сказано о том, что помощь будет очень адресной в переводе на русский язык. Это означает, что, по большому счету, количество человек, получающих некие льготы или социальные выплаты, будет сокращаться. Ну, это как бы... Вот у вас не возникла диссонанса? Ну, фраза о том, что вы немножко неправильно поняли, она может иметь право на существование, то есть подле каждого разговора. То есть, на самом деле, адрес, как она ведь, неплохая. Это сейчас был такой легкий троллинг, я его оценила, Михаил. Вот, ну, я прошу прощения, Юля, если что. Нет, не у меня, у меня не надо просить прощения. Ну, я из-за зрителей, да, извиняюсь, за радиослушателей тоже прошу прощения. Вот, но, на самом деле, ну, во-первых, вопрос, в общем-то, к тому, кто произносит эти слова, и очень, наверное, неправильно, когда требуется пояснение к каждым нестыковкам. То есть, да, есть программа, в ней очень четко прописано, что будет изменено, за счет каких резервов будет происходить наполнение и увеличение бюджета. С другой стороны, действительно, ведь это будет меняться адресность. То есть, она же не будет меняться, как бы, ну, как льгота, как размер льготы, как, ну, некий там социальный подход. Будет изменена адресность. То, что при изменении адресности может произойти уменьшение количества людей, получающих льгот, скорее всего, оно произойдет. Ну, это уже, ну, опять же, скажем, критическое прочтение текста нами, в общем-то. Вот, а с точки зрения обывателя, с точки зрения, ну, рядового, там, нашего гражданина, это, ну, может, воспринято совершенно, как бы, однозначно то, что я как получал, так и буду получать. Ну, хорошо, Михаил, вот хочется мне уже перейти к городским выборам, тем более у нас на сайте есть вопрос как раз про городские выборы. Но, наверное, все-таки мы это сделаем после короткой рекламы, чтобы не прерываться. Я напомню, что это особое мнение Михаила Шевелева, председателя Совета по аудиторской деятельности Привятской торгово-промышленной палате. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламу и после нее вернемся в студию. Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Михаила Шевелева. Господи, все время забываю, как теперь вас представлять, Михаил. Экономист. Экономист. Достаточно. Председатель Совета по аудиторской деятельности Привятской торгово-промышленной палате. Давайте, Михаил, про городские выборы, тем более у нас есть вопрос на сайте в тему. Михаил, вы хороший политолог, от ваших речей не могут устоять даже цветы. Но скажите, пожалуйста, как снятие списка КПРФ повлияет на выборы? За кого будут голосовать избиратели-коммунисты? Неужели партия и клоны одержат победу? Ну, на мой взгляд, давайте будем говорить про результаты выборов. То есть результат выборов – это уже итоговая городская дума, которая будет достаточно, на мой взгляд, монолитной и весьма, скажем так, без каких-либо серьезных оппозиционных элементов. Монолитной вы имеете в виду, что большинство будет у «Единой России». Это какое большинство? Большинство в смысле численное, вы имеете в виду? Ну, я думаю, что процентов 70-75 будет однозначно «Единой России». То есть, что позволит им достаточно спокойно, опять же, в монопольном режиме принимать решения, те, которые будут выгодны лидерам тех групп влияния, которые проведут своих кандидатов. Вот. Поэтому в этом плане снятие списка КПРФ нужно рассматривать, наверное, под углом того, ну, скажем так, тех обстоятельств, как это происходило. Да, то есть мы знаем о том, что это происходило через суд, то есть не через избирательную комиссию. Соответственно, это подразумевает, что были какие-либо решения сверху приняты, о том, что это решение можно принять. Потому что, к сожалению, у нас суд, ну, я не могу сказать, что это та ветвь власти, которая достаточно справедлива и оценивает. Я даже прочитал у некоторых экспертов то, что над нашим российским судом можно повесить фразу из данного ада, то, что оставь надежду всех сюда входящих. Вот. Поэтому это раз, этот аспект, да. И второй момент это то, что на сегодняшний день еще существует вероятность того, что это будет восстановлено решение, да. То есть апелляция будет принята. Насколько я знаю, апелляцию подал Кировский избирком. Вот. И, соответственно, вполне возможна ситуация, что там в Москве что-то порешают и здесь, ну, дадут отмашку то, что зарегистрировали. Потому что это такой, ну, я не думаю, что скандал, потому что, на самом деле, по парламентским партиям существовало там неоднократно там примеры, когда снимали списки в разных городах. Вот. Ну, а Кировская область и город Киров в данном случае не является какой-либо определяющей областью там в политической моде, скажем так. Вот, насколько я понимаю, Михаил, список КПРФ сняли из-за неких процедурных моментов, в которых, если честно, даже я не смогла разобраться до конца. Дело в том, что вот это пример, когда повышается очень серьезное влияние так называемых электоральных юристов. То есть людей, которые очень тонко и полно знают не только законодательство, связанное с процедурой выборов, но и знают очень хорошо судебную практику, складывающуюся по тем или иным вопросам. И, соответственно, умеют на практике применять вот все эти нюансы, которые существуют. Если честно, когда я подавал свою кандидатуру на выборы в городскую думу в 2013 году, то у меня тоже не были, ну, как бы, снят с регистрации по процедурным моментам и делали кое-что неправильно. Честно говоря, там мои электоральные юристы тоже, ну, там совершенно небольшой нюанс был, да, но, тем не менее, избирательная комиссия пошла на то, чтобы, ну, мне своевременно, скажем так, довести до меня эту информацию, и у меня было время, чтобы повторно подать документ. В данном случае процедурно было совершено действие, когда суд, сняв, да, и если это решение устоится, то список КПРФ не сможет быть восстановлен. То есть, и, соответственно, коммунисты, традиционно присутствующие в наших парламентах, не смогут присутствовать в городской думе. А все же, если это произойдет, давайте ответим на вопрос слушателей. За кого же будут голосовать избиратели коммунистов? Я думаю, что у нас избиратели, те, кто приходят на участки не через административный ресурс, скажем так, да, а те, кто там регулярно исполняет свой долг, они... По собственной воле. Да, то есть, а в большинстве своем это люди ответственные и в возрасте, то есть, они, скорее всего, будут голосовать по тем фамилиям, спискам, то, что они прочитают, увидят там, и, соответственно, там будут присутствовать коммунисты России, немножко другая партия, да, с немножко другим содержанием, но на самом деле совсем другая, с совсем другим содержанием, и, скорее всего, они будут главным бенефициаром, так или иначе, по тем, кто придет. Допускаю, что те, кто, узнав, что коммунистов не допустили, могут вообще не пойти на выбор. То есть, с учетом того, что есть целый пласт людей, еще из Советского Союза, которые ходили и регулярно голосовали за коммунистов, ну, и считали это своим таким долгом. Поэтому здесь они могут вообще не прийти, и в данном случае, на мой взгляд, удар, он будет не в пользу какой-либо группы, да, или партии, а, скорее так, в минус всей явке. И вот в этом плане может, ну, получиться так достаточно, ну, такой момент, как бы некоторые политологи называют то, что там легитимность снижится, потому что явка снижена, да, но, а с другой стороны, на самом деле, вот эта политичность, кажущаяся, которая связана с выборами, она, ну, будет просто-напросто, с одной стороны, продемонстрирована, но, не знаю, я не уверен, что она будет, ну, что власти можно спать спокойно, потому что людям все равно на политику. Вот, Михаил, про все равно на политику. Есть у меня свежая статья, кажется, с «Коммерсанта». Эксперты Кудрина заявили о рекордном снижении интереса к выборам. Я сейчас немного процитирую. Почти половина из существующих в России партий не стали принимать участие в осенних региональных выборах. Активность большинства зарегистрированных политических партий продолжает снижаться с 2014 года. Многие из партий практически перестали принимать серьезное участие в выборах. Это партия «Рост», «Топорна», «Зеленые», «Гражданская сила» и «Гражданская платформа» отмечается в тексте исследования. Вот объясните мне, Михаил, этот феномен на примере партии «Гражданская платформа», к которой вы имеете отношение. Ну, на самом деле, все очень просто. То, что партия должна участвовать в выборах и должна побеждать. Ну, собственно говоря, соответственно, работать между своими циклами выборными. В условиях, когда у нас складывается вертикаль власти, которая подразумевает все линии, да, это государственная власть, муниципальная власть, это, скажем так, партия «Единая Россия», которая тоже параллельно строится с партией, не с партией, а с вертикалью власти, то у большинства людей, которые готовы, ну, скажем так, участвовать в политике, готовы участвовать в политике, ну, на таких современных, что ли, условиях, да, у них складывается простое ощущение о том, что если ты не в партии власти, то у тебя шансов никаких нет. И это ощущение, оно не позволяет, с одной стороны, людям, имеющим средства вкладывать в тебя, с другой стороны, эти люди, по большому счету, они не идут в партию власти, с одной стороны, а с другой стороны, они, в принципе, остаются на обочине этой, ну, политической деятельности. Очень много и часто они уходят в общественную деятельность. И мы видим о том, что на самом-то деле, если посмотреть вот пласт общественной деятельности, то она серьезно развивается. И в том числе с позиции власти, там, президента, на эту линию очень серьезное внимание обращаются. На деятельность НКО, на финансирование НКО, на деятельность, скажем так, вот, различных инициативных людей, групп, на поддержку этой инициативы. Возможно, произойдет некий такой изменение опять тренда, но я надеюсь, что это произойдет сверху, а не снизу, когда, ну, процессы, скажем, такой реформы и реорганизации, они, ну, произойдут сверху. И, скажем так, мы увидим некоторые новые вертикали, которые, ну, скажем, станут опять немножко более горизонтальными. То есть вертикаль власти, она сегодня настолько вертикальна, что, ну, как бы она неустойчиво получает. Вот, а ее нужно немножко пошире сделать в основании. И, ну, я так, образами немножко говорю, но на самом деле вот этот вот тренд, он, если он не будет продолжаться, то мне кажется, что из всех, там, четырех партий в парламенте, которые существуют, ну, могут сделать две. Потому что уход Дюганова не за горами, уход Жириновского не за горами, а партии, они в данном случае, как бы, основаны на бренде этих людей. В случае их ухода, то есть появление двух новых ярких лидеров, я не представляю, как это может произойти в сегодняшних реалиях. А вот появление одного лидера и совмещение всех партий, там, некую альтернативную партию, да, это возможно вполне. Михаил, ну, вот все-таки интересно все то, что вы говорите, но я немного не поняла момент про гражданскую платформу. Я сейчас, подождите, еще сформулирую вопрос. Вы эксперт по проекту поддержки местных инициатив. Вы, можно сказать, несколько лет провели в полях, в районах области. Люди в районах вас знают, потому что вы им помогали проводить общее собрание, помогали, в принципе, реализовывать на местах проект поддержки местных инициатив. Вас знают в области, да, например. Что вам мешает заявиться на выборы в городскую думу? Учитывая ваш ресурс в области, вы бы, наверное, прошли муниципальный фильтр. Что помешало вам? Ну, мне лично помешало то, что у меня отсутствуют ресурсы для того, чтобы сформировать и, скажем так, ну, достаточно, ну, один поле не воин. То есть, необходима группа людей, которые могут одновременно пройти со мной, например, в городскую думу, с тем, чтобы иметь определенное влияние на принятие решений. В данном случае попадание любого одного человека в систему, у меня нет розовых очков, я понимаю, что система его сломает. Собственно говоря, вот как сегодняшняя система ломает очень много достойных людей, которые работают там на посту глав, в муниципальной сфере работают, работают в городе даже, там, ну, в нашем, в Кирове, в администрации. Которые, ну, просто вынуждены, скажем так или иначе, считаться с теми условиями, в которых они функционируют. Вот, поэтому, чтобы пойти, ну, мне лично необходимо, так скажем, такая мощная ресурсная поддержка и, возможно, там, объединение вокруг себя. Я, или там, с кем-то, я готов с кем-то работать в понятных условиях, когда эту систему можно изменить. Подождите, а где же вот партия в этой вашей риторике? Вы говорите, у меня нет. Ну, вы в рамках партии «Гражданская платформа», там, достаточно много в Кирове, ну, условно, что-то делали, действовали. А где партия за вашими плечами? Ну, дело в том, что как раз у нас партия получилась очень технологичная. То есть, если вы помните, когда она создавалась, это было, ну, назвали партией «500 юристов». То есть, на самом деле, это был, ну, такой очень мощный интеллектуальный ресурс, который был собран Прохоровым тогда. По следам своего достаточно триумфального участия в выборах президента, то есть порядка 10%, а по Кирову там все 12 было, которые проголосовали тогда за Прохорова. И этот политический капитал планировалось, что он будет очень, ну, скажем так, технологично освоен на местах, то есть будут поддержаны предпринимательские определенные слои, будет поддержано как раз гражданское общество, то есть люди инициативные. И, собственно говоря, на этой площадке будет выстроен вот тот новый плац. К сожалению, мои там ожидания, они не совсем, что ли, оправдались, да. Партия осталась достаточно небольшой и очень точечно помогающим тем людям, которые готовы взвалить на себя весь груз ответственности. У нас в партии есть в отдельных регионах яркие представители, которые за счет своих личных ресурсов, за счет своих бизнесов и так далее выстраивают, скажем, твою деятельность, да, и участвуют в деятельности уже там городских дум, законодательных собраний и так далее. А партия в данном случае помогает, ну, там, на федеральном уровне этим людям. У меня так сложилось, что у меня все, скажем, такие предпринимательские начинания, они связаны с интеллектуальной деятельностью, но интеллектуальная деятельность — это не нефть, не лес, не это самое, это, ну, скажем, не запатентов, что с одной стороны, с другой стороны они, ну, не так оценены, как другие ресурсы. Я так откровенно про это говорю, потому что, ну, я понимаю, что, на мой взгляд, эта тенденция, она изменится. То есть, так или иначе, люди не становятся моложе, скажем, да, и время там нас, сорокалетних, оно придет. Михаил, нам, к сожалению, на этом нужно закончить. Это было особое мнение Михаила Шевелева, председателя Совета по аудиторской деятельности Привятской торгово-промышленной палате. Я благодарю вас за эфир. Спасибо, Юля. Эфир для вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания.